Итак, друзья, всем спасибо, кто вовремя пришел на мероприятие. Меня зовут Антон Кротов, я путешественник, писатель, родом я из Москвы, мне 47 лет. Я путешествую по разным местам нашей планеты, автостопом, пешком, на электричках, на поездах, езжу по разным местам. Был во всех регионах России, Казахстана, еще в 138 странах мира. Я пишу книги о своих путешествиях и выступаю с разными лекциями, рассказываю о том, что каждый человек тоже может путешествовать и поехать в любую точку мира, если он этого захочет. Также я рассказываю о разных своих определенных путешествиях, которые я совершал за последнее время. Езжу я довольно давно, с 91-го года, то есть уже 33 года я в путешествиях, и многие люди меня уже видели. Много раз уже был в Алма-Ате, а некоторые люди меня видели в других городах. Давайте определимся, кто меня уже видел, руку поднимите, давайте посмотрим. Видели, отлично. А теперь, кто меня не видел, руку поднимите, есть такие? Ну, половины, две трети не видели. Смотрите, тогда для тех людей, кто меня еще не видел, я расскажу вкратце, чем я вообще занимаюсь, что такие вольные путешествия, что это такое, чем они отличаются от буржуйских путешествий, и как каждый может начать путешествие. Я вкратце это скажу, такую обзорную тему. Остальные, кто меня уже видел, прошу 25 минут немножко потерпеть. После этого, когда я в общую тему введу всех, кто еще меня не видел, потом я расскажу о последних путешествиях своих, последних путешествиях свежих. И также о будущих путешествиях тоже скажу. Я сейчас у вас нахожусь проездом на трезвый слет на Иссыкуле, где я буду буквально уже скоро, послезавтра у нас трезвый слет на Иссыкуле под селением Тасор, будет в пятницу, в субботу и воскресенье. Я еду сейчас на Иссыкуль своими друзьями, у меня сейчас есть 7, у нас 7 человек, которые едут туда вот, в Киргизию. Потом я еду в Узбекистан, Таджикистан, и если все будет хорошо, Афганистан, если визу в Афганистан, мне дадут. Значит, это значит про ближайшее. Теперь, значит, теперь про вольные путешествия. Что это такое, чем они отличаются от спортивных походов и от буржуйского туризма. Ну, жители Алматы, наверное, часто занимаются спортивными походами, идут в горы, благо они рядом, видны невооруженным взглядом, или каким-то образом едут на велосипеде, или какой-нибудь там парике сплавляются, если реку тут найдут. Но вольные путешествия, это немножко не об этом. Есть люди, которые занимаются буржуйским путешествием, летят на самолете, покупают разные туры, живут в гостиницах, купаются на пляжах, потом их обратно в самолет, обратно возвращают в Алмату или в Москву. Это тоже вольные путешествия, не про это. Вольные путешествия перемещаются по городам и странам мира, и мы проводим большую часть времени в обществе простых людей, местных жителей, для которых это общение с нами работой не является. Ночуем в гостях у местных жителей, передвигаемся или автостопом, или на дешевом наземном транспорте, питаемся обычной местной пищей и смотрим мир своими глазами, а не с помощью каких-нибудь пугливых гидов или же журналистов. Вольные путешествия оказываются веселее, дешевле и прикольнее, чем поездки буржуйского типа. Но они довольно долгие по времени, потому что часто то расстояние, которое капиталист пролетает над континентами на самолете, мы это расстояние часто проезжаем по земле. При этом тоже стараемся по дороге питаться и ночевать, но при этом мы еще чувствуем настоящий аромат дороги. Я начал путешествовать, когда мне было 15 лет, под конец советской эпохи. Я жил в Москве тогда и обнаружил, что можно, пересаживаясь с одной электричкой на другую, доехать до любого города Советского Союза. Начал ездить на электричках. У вас в Алма-Ате тут была другая развлекуха, электричек не было, но зато казахские железнодороги могли бесплатно всех перевозить. И все люди могли бесплатно ездить на поездах все 90-е годы. Сел в поезд и поехал. Сочнее, встал в поезд, если не сел, хотя бы встал. Значит, потом оказалось, что можно перемещаться не только по железной дороге, но еще и автостопом на попутных машинах. Я ездил в самые разные места. Автостопом в Магадан, в Иран, там, скажем, из Москвы. Например, через Грузию, Армению, Иран, Пакистан. В Индию я организовал большое путешествие в 98-м еще году, потом обратно. Автостопом в Судан из Москвы через Кавказ, через Турцию, Сирию, Иорданию, Египет в Судан. И потом назад вот таким маршрутом. В 2000-м году я уже организовал большую поездку автостопом через всю Африку с Москвы через 18 стран. Вот такой у нас был маршрут. И мы встречали Новый год 1 января 2001 года на так называемом берегу скелетов возле города Свакапмунд, это юго-западная Африка. Потом было много разных других путешествий. Были у меня одиночные путешествия, массовые были путешествия, когда я многих людей вовлекал в какую-то интересную поездку. Было много чего. В общем, тут маршруты поездок нарисованы на карте. Про каждую поездку можно рассказывать бесконечно долго, но я этим заниматься не буду, чтобы всех людей не загружать. Скажу в целом, что путешествовать может каждый человек. Для этого не надо иметь какого-то спонсора, не надо сдавать квартиру в Москве или в Алма-Ате, на эти деньги путешествовать. Не нужно иметь акции Газпрома или чтобы вас покомандировала какая-то фирма куда-то. Каждый из вас уже может путешествовать, если имеется у вас свободное время и желание. И для того, чтобы путешествовать, нужно знать основных 8 базовых вещей, на которые я на всех лекциях обращаю ваше внимание. То есть, первое, смотрите, чтобы путешествовать, надо захотеть путешествовать. И начать именно в этом году, не ждать, когда вы в будущем повзрослеете, постареете, умрете. Этого ждать не нужно, потому что, если вы достигнете уже старческого возраста, будет путешествовать гораздо сложнее. Сейчас самый лучший год, чтобы начать путешествовать. Лучшего года у вас не будет. С каждым годом продолжительность оставшейся части жизни будет уменьшаться. Значит, второе, не надо сразу убегать в бесконечные кругосветные путешествия. Сперва Талдыкурган, Жесказган и Аркалык, потом уже Стамбул и Кабул, потом уже Папуаново-Гвинея и Сан-Франциско. Третье, нужно помнить, что время и деньги взаимозаменяемы. Чем больше у вас есть времени, тем меньше нужно денег. Четвертое, помните, что нужно соблюдать трезвость, трезвый образ жизни, потому что от пьянства в России и в соседних странах возникает много разных проблем. И с пьяницами не только путешествовать не надо, но и никаких других дел с ними иметь тоже не следует. Также мы помним, что нужно выбросить телевизор. Телевизор – это очень важный для журналистов аппарат, который людей портит. Называется он «Шайтан-сундук» по-арабски. И люди его смотрят, пугаются, видят, как все в мире плохо. То есть у кого остался дома телевизор, выбрасывайте его и не езжайте в те страны, которые «Шайтан-сундук» вам рекламирует. И наоборот, если «Шайтан-сундук» вам что-то не рекламирует, говорит, там плохо, всех убивают, значит, там хорошая страна, скорее всего. То есть чем больше «Шайтан-сундук» ругает какие-то страны, тем они оказываются лучше и веселее. Дальше нужно помнить, что окружающий мир изобилен и добрый, там уже есть все необходимое для жизни. На всех трассах мира есть попутные машины, в них есть свободные сидения, можно поднять руку, оказаться в одной из этих машин. На всех дорогах мира есть хорошие люди, во всех городах есть люди, которых можно переночевать, где есть несколько квадратных метров пола, где вы свой спальный мешок можете расстелить. Везде появляется еда, полезная информация, нужные контакты. Но, возвращаясь из дальних путешествий, мы уже по-другому видим окружающий нас мир и стараемся быть лучшими собратьями во всемирной семье человечества. У кого есть еда, угощаем других людей, у кого есть машина, подвозим других людей, у кого есть какая-то информация, делимся с другими людьми, у кого есть какое-то место для ночлега, зовем других людей, знакомых и незнакомых. Чем больше мы сами несем людям добра, тем легче, тем проще, тем меньше у нас будет сомнений в том, что люди другие к нам отнесутся тоже хорошо в любой местности на земле. И куда мы не приедем, будь то Ботсвана или Намибия, будь то Магадан или Мурманск, будь то Папуановая Гвинея или Чили, найдутся все самые классные люди перед нами, потому что другие народы по-любому ничем не хуже нас. Седьмое, что нужно помнить, нужно иметь терпение и постоянство намерений. Многие люди, бывает, флюгеры такие, они ничего не хотят постоянно, они меняют свое намерение. Бывает, что что-то происходит не сразу. Бывает, там машина стопится не первая, там 51-я. Бывает, что ночлег находится не сразу, или визу какой-нибудь страны выдают не сразу, или что-нибудь закрылось на коронавирус, ждем, когда откроется. А есть такие люди, нетерпеливые флюгеры. Сегодня он хочет путешествовать, завтра он хочет устроиться на работу, послезавтра хочет уволиться с работы, через три дня он хочет жениться, через неделю хочет разводиться, через две недели опять хочет путешествовать. Если он такой флюгер, то он не преуспеет ни в одном из своих дел. Найдите, что вы хотите делать, и делайте это. И, наконец, последний пункт, восьмой, значит, что если вдруг путешествовать не хочется, можно, конечно, не путешествовать. Главное, найдите свое дело на этой земле, и делайте его хорошо. Какое именно у вас это будет дело, никто не угадает за вас. Не угадали ваши родители, не угадали преподаватели в институте, соседи по подъезду и политики в телевизоре. Только каждый из нас сам может понять, в каком городе мира жить, какими людьми себя окружить, как провести свой завтрашний день, и как провести свой следующий год. И когда вы сами для себя это все решите, можно быть очень даже счастливым человеком, даже не покидая пределов Алма-Атинской области. Итак, вкратце, значит, поняли общие базовые знания. Захотели путешествовать? В этом году и начинайте. Не ждите, когда вы сдохнете, иначе все будет плохо. Второе, значит, не убегаем сразу в кругосветку. Сперва едем в Талды-Курган. Третье, значит, трезвость. Четвертое, выбросить телевизор. Пятое, время и деньги взаимозаменяемые. Шестое, чем больше мы сами несем людям добра и пользы, тем легче нам получать все это добро от других людей в других местах мира, тем меньше у нас будет сомнений. Седьмое, имеем терпение и постоянство намерений. И, наконец, восьмое, если вдруг путешествовать не хочется, разрешается не путешествовать. Главное, чтобы каждый из вас сам определяет свою жизнь, в каком городе поселиться, какими людьми себя окружить, каким делом заняться и как провести свой остаток жизни с наиболее полезным результатом для вас самих, а вовсе не для меня. Так что решите это, и ваша жизнь будет счастливой и полезной. Теперь, значит, про... Сам немножко про автостоп. Несколько слов с картинками. Просто люди некоторые не знают, что такое автостоп, но, наверное, уже почти все знают. Но есть люди, которые никогда не ездили автостопом. Есть такие? Поднимите руку. Есть, кто никогда автостопом не ездил? Но есть такие. Удивительное дело. Тогда вкратце, ребят, очень быстро поймите, что такое автостоп. Мы выходим на трассу и едем автостопом на попутных машинах. Это мы не сидим в телефоне и не ждем, когда наш знакомый, дядя Вася, поедет в какой-нибудь соседний там город Шимкент. Мы выходим на трассу и едем автостопом. Если мы одеваемся в яркую одежду, нас лучше видно на трассе. Подводят из нас разные машины на разных дорогах мира. В России и в Казахстане мы едем по одному, по два человека. Если нас много, мы делимся на пары. Но в тропических странах мы можем ехать сразу тройками, четверками, пятерками и другими большими комплектами. На разных дорогах мира встречаются разные машины. Как правило, в тропиках, где людей много в одной машине, там люди более добрые и готовы вас посадить тоже уже новым организмом человека. Поэтому не бойтесь, любая машина всегда имеет свободное место, что показывает опыт. Даже советская легковушка может перевезти больше 20 человек, как это показывает фотографии из Мазари-Шарифа или вот этого. То есть даже советская Волга перевозит по 22 человека, и это еще далеко не предел. Значит, нас везут разные машины по дорогам мира. Вот таким образом и сяким. Иногда приходится подождать на разных глухих дорогах земли. Где подождешь дольше, там и прикольно будет путешествовать. Асфальт, вообще говоря, гробит промантику путешествий. Он везде появляется, но где нет асфальта, там самые прикольные, самые интересные люди там встретятся. Но скорость путешествия там будет снижена. Поэтому придется и подождать, бывает, где-то. Потом машина сломается, починится, вы ее растолкаете и уедете в самые дальние места, откуда вы даже не представляете себе, в каких местах можно оказаться при помощи автостопа. Иногда бывает, что и кровать притащить, чтобы голосовать удобнее было. По таким дорогам приходится перемещаться, ехать всякими ослами, скотами, в кузове, снаружи машины. Не всегда люди едут внутри машины, часто они там не помещаются. Поэтому, как, например, в Гвинеи, это Западная Африка, бывает по 5-6 человек приклеены снаружи машины, потому что внутри уже 20 человек содержится. Бывает, где-то и лежишь в ожидании машины. Где-то стопишь по двум разным полосам. А потом мы опять оказываемся в тропиках и едем по другим дорогам. Опять же, в Казахстане нет таких дорог, слишком у вас сухо. Но есть и такие страны, и такие дороги, и те, кто ругают дороги российские или казахские, пожалуй, они в других местах редковато были. То есть не видели они нормальных, плохих дорог, как, например, Транспапуасское шоссе. Например, шоссе Транспапуассия, где мы встречали Новый год 4 года назад, где машина проходит за 14 дней 600 километров. То есть 2 недели нужно грузовику, чтобы проехать 600 километров от Вомены до Джайапуры. Не зря на мужике написано End of the road. Это Транспапуасское шоссе, нарисованный на картах как автобан. Еще даже с 2008 года нарисованный как двухполосный автобан на картах. Деньги все похищены, и машину мы вытаскиваем из болота, вот как нарисовано здесь, это я в желтой футболке, вытаскиваем машину из болота на Транспапуассском шоссе. Так что все люди, которые говорят, что у нас плохие дороги, у нас там куда делись деньги, могут просто посмотреть по сторонам и увидеть, что есть места, где дороги действительно плохие. А у нас дороги очень даже хорошие в советской стране, и в России, и в Казахстане. И в Казахстане, вот как раньше были, так эти степь через Зергиз ехали в 90-х годах, по степи пылили, сейчас асфальт появился. У нас цивилизация проникает. Проникнет она, конечно, и в Папуасию, но там уже тогда не будет такой романтики, какая там есть сегодня. Перемещаемся по разным местам, по всяким дорогам, Египтов, Никарагуа и так далее, и видим мир своими глазами, и он оказывается очень прикольным. Но кроме езды на попутных машинах, мы иногда ездим на попутных локомотивах. Это называется автостоп второго рода. Езда на разных товарниках, там в Индонезии, на Шри-Ланке, на Мадагаскаре, на паровозах. Это тоже все входит в ассортимент опыта вольного путешественника. Езда на самодельных рельсовых тележках, когда мы едем на самодельных тележках по Филиппинам, или стопим поезд на рельсах. Здесь, в Казахстане, никто, наверное, не будет стопить поезд на рельсах, потому что вряд ли хорошо остановится. Но есть места, где можно застопить поезд, есть места, где люди ездят наружено, на Мадагаскаре, например, даже интеллигенция проезжает в очках на товарнике. Кстати, хороший обзор. У нас тут, конечно, хуже будет. Зимой холодно, летом милиционер может выгнать с товарника. А так, конечно, это интересно, езда на разных товарных поездах, вот спереди на локомотиве и так далее. Значит, в Мексике, например, в 94-м году прекратилось полностью пассажирское сообщение. Осталось только грузовое. И вот тысячи людей проезжают прямо сейчас по Мексике на товарниках, потому что иначе проехать невозможно. Ну, только за деньги разве что. А товарники, вот справа видим вагон 1-го класса, это лежачий вагон. Слева вагон 2-го класса, это стоячий вагон. Это все Мексика. Тысячи людей, по 200 человек на одном поезде едут, например, на север и на юг. Это мой друг Димит, это мы едем по Мексике. А потом переносимся в другие страны, например, в Бангладеш, где многие люди ездят на поездах. Обычно спросишь там, кто из вас здесь ездил на поезде? Люди говорят, да я ездил, я... У нас обычно люди обманщики. У нас говорят, что человек поехал на поезде, но реально он никогда не едет на поезде. У нас обычно человек едет в поезде. А в Бангладеш, люди реально едут на поезде. Причем на поезде проезд бесплатный, а в поезде проезд платный. Ну, вот есть даже лесенка для того, чтобы можно было наверх сесть. Это вот проезд на поезде. Бангладеш, центральный столичный вокзал города Дакка. Проезд на поезде. Даже нацепили парочку человек маски от макароновируса зачем-то. А у нас на Байкало-Амурской магистрали, на севере, тоже возможен проезд в локомотиве до сих пор. Это тоже все автостоп второго рода. Автостоп второго рода. Это все, конечно, мы спрашиваем согласие машиниста и едем на разного рода товарняках. Кроме автостопа второго рода, используем автостоп третьего рода. Плавание на попутных пароходах, на баржах, на грузовых судах, по разным Индонезиям, России. Все это тоже входит в ассортимент опыта вольного путешественника. Едем на контейнеровозах. Единственная проблема, это международное плавание. Ну, здесь в Казахстане вообще плавать почти некуда. Куда тут уплывешь? Тут даже вот около автовокзала Сайран озеро все пересохло, никуда не уплыть. Тем более трудно еще куда-то уплыть по Казахстану. Но в России, например, много разных рек, морей. В Индонезии тоже их много. Индонезия страна 17 тысяч островов. И там можно плавать гидростопом на попутных пароходах бесплатно по разным морям Индонезии. А у нас тоже, например, позапрошлым летом мы плавали с друзьями на Сахалин. Мы переплыли на Сахалин на этой вот моторной лодке. То же самое, когда вот время и деньги взаимозаменяем. Пришли на побережье, сперва нам предлагали перевозку по 5 тысяч рублей снос. Это 25 тысяч тенге. Мы отказались. Потом нас уже заночевали на берегу, на другой день уже предложили нам перевозку на всех 5 тысяч рублей. А потом уже появился мужик бесплатно с перевоз на Сахалин. И мы вот плывем, это мужик, собака его, уплываем на Сахалин бесплатно на попутном моторной лодке четвером. Это авиастоп, грузовой самолет, но это уже большая редкость, не бывает это слишком часто. По дороге нам встречаются разные фрукты, овощи, цветочки разного диаметра нам попадаются. Всевозможные люди классные нам рады в самых разных местах земли. И куда мы не приедем, будь то далекая деревушка на Папуа, или это будет Астана, или какой-нибудь Уральск, или какой-нибудь Мурманск, в каждом городе найдутся классные люди нам рады везде, потому что мы сами вкладывали в изобилие мира. Вкладываете в изобилие мира, это важнее, чем вкладывать в разные инвестиционные фонды, Спербанки, АОММ, Ермесфинанс, Чаробанк, новомодные биткоины. Все это важнее. Вы вкладываете в изобилие мира, и мир дает вам свое изобилие в каждой местности на земле. И каждый из вас может также с Алматы сесть там уехать на Папуа, в эту машину, и дальше на восток уехать, и поселиться в любой деревушке на Папуа, Новогвинее, или вернуться потом в Алматы, или поселиться в любом другом городе мира. Мир открыт, имеет много разных городов. Не все люди знают об этом, я вам напоминаю. Люди классные практически везде. Только 2% есть чиновники бюрократ, они не всегда классные. 98% людей, они народ пролетариат. Знаете, что пролетариат? Знаете, сказано, пролетарии всех стран объединяются. Все пролетарии уже давно в душе объединились. Только бюрократ против них. Бюрократы мешают, делают какие-то визы, погранзоны, национальные какие-то там парки, нельзя мистер вашего безопасности и так далее. Все эти бюрократы мешаются порой. Но в целом, путешествовать можно легко, где-то требуется дополнительное время для преодоления бюрократии. Живут люди в разных домах, не все живут в хрущевках, пятиэтажках, живут и в глиняных домах. И одеваются не все в галстуке на работу ходят, надевают разные одежды, ходят совершенно по-разному, но при этом мы все внутри одно, единое человечество. И это чувство единства и братства человечества вы ощутите во процессе вольных путешествий. Никогда смотрите через бронированное окошко там джипа или через какую-нибудь отельную, какое-нибудь, опять же, отельное отверстие. Видите, да, все это наше единое человечество. Что и эфиопы, и жители Замбии, жители Нигера, и Пакистана, жители Тувы и Афганистана, пакистанцы и женщины, и всякие папуасы, все это одно единое человечество, жители Чада даже, и Буркино-Фасо. Я путешествую довольно много, то есть до ковида было 11 месяцев в году, потом сейчас чуть, с ковидом многие страны позакрывались, и сейчас где-то, ну там, 10 месяцев в году, там, 9. В принципе, можно путешествовать и почти постоянно. Но не каждый человек, конечно, захочет путешествовать всегда. Дело в том, что путешествие тоже довольно трудоемко, и большое количество впечатлений человека загружается. Многим людям достаточно одного путешествия, но путешествия, зачем они нужны путешествия, чем они полезны? Путешествия позволяют продлить нашу жизнь путем ее интенсификации, путем напихивания в один промежуток времени большого количества разных событий. Утром нас подвозит по трассе местный там бандит, через час подвозит нас милиционер, который ловит этого бандита, через два часа нас подвозит прокурор, который сажает и бандита, и милиционера, подвозит нас предприниматель, имам местной мечети, директор школы, работник атомной подводной лодки, бизнесмен. И все эти люди нам рассказывают разные интересные вещи, которые с ними происходили в жизни. По дороге мы ночуем в гостях у разных жителей. То нас пускает себе в гости миллионер, специальный дом для его друзей-миллионеров, то мы ночуем в хижине Папуасы Новой Гвинеи, у которого есть только накладная пиписька, 10 детей и 8 куриц, и несколько клопов, такое тоже бывает. Встречаем рассвет на разных берегах, на Мадагаскаре и в Индонезии, в Марокко и на Филиппинах, в Никарагуа и на Кольском полуострове. Встречаем рассвет на разных берегах, по дороге изучаем разные языки, английский, арабский, фарси, индонезийский, испанский, урду. И за один день путешествия у нас проходит больше событий, чем за неделю обычной домашней жизни. Месяц путешествия дает нам больше информации, больше знаний, больше встреч, чем полгода проведенных дома. А если кто-то поедет путешествовать на полгода, то за полгода вы получите больше жизни, чем за пять лет, проведенных в Алма-Ате, Талдыкургане или в Москве. Поэтому путешествия позволяют продлить нашу жизнь, сделать ее более насыщенной, более классной. И возвращаясь из дальних путешествий, мы уже по-другому видим окружающий нас мир. И стараемся быть лучшими собратьями во всемирной семье человечества. Понимаем, что нет нигде плохих стран, нет плохих народов, как бы нам не свистели в оба уха средства массовой дезинформации. Понимаем, что и русские, и узбеки, и китайцы, и американцы, русские, и украинцы, пакистанцы, и жители Камчатки, москвичи, и жители Нигера, все это одно единое человечество. И это чувство единства и братства человечества, это то, что вам никогда не даст ни одна турфирма в мире. Немножко еще физиономий разных людей со всего мира. Это вот моя супруга Катерина, она, кстати, тут где-то спряталась, потом я покажу. Вот, это бананы, это разные пейзажи, люди, и еще несколько пейзажей из Соединенных Штатов Америки для разнообразия, чтобы не казалось только, что я среди папуасов, как Миклуха Маклай, застрял на десятилетия. Соединенные Штаты, большие елки, горы, водопады, небоскребы. Это все тоже другая сторона нашей планеты. Другая сторона нашей довольно интересной планеты. Там щели всякие в земле. Знаете, есть такой фильм про застрявшего мужика, там 150 часов он там проторчал. Есть такая щель, это штат Юта. Там вот тоже такая узкая щель, залезаешь в щель, там можно идти несколько часов, только веревку нужна, и лучше напарник еще. Там несколько часов по этой щели идешь, если никакой камень на бушку не упадет, потом вылезешь из этой щели. Тоже интересное место. Это автостоп американский с табличкой. Местный деклассированный автостопчик. Там, кстати, в Америке автостоп сам тяжелый в свете, потому что не хотят подвозить. Там самый сложный автостоп. Больше всего людей проезжают, не останавливаются в Америке. А лучше всего Папуаново-Гвинея, Судан, Иран, Пакистан. И, кстати, Таджикистан, тоже очень, Баханская долина, тоже очень хороший народ, только там машин мало. То есть там где-нибудь в Папуасии там автостоп хорош, только машин мало. А в Америке машин много, но автостоп такой плохой. Это значит немножко Америки, это Чикаго. Вид 46-го этажа, тоже вписка у нас такая. Ниагарский водопад, Ниагара, Статуя Свободы, Белый дом. Чикаго там шлеп, и оказываемся опять на другой стороне мира. Видим такие глиняные дома. Это самое большое глиняное здание в мире. Великая мечеть Дженни. Значит, ну, паспорт всех, и у многих людей есть паспорта, там, российские, казахские. Понятно, что с каждым годом путешествовать легче там в среднем. То есть в 90-х годах сложнее было ездить, там сколько нужно было этих, там, в каждую страну нужна была виза, и самая паршивая, что никто не знал, как эти визы получать. Сейчас уже гораздо проще стало. Единственное, что паспорт быстро все равно загаживается, поэтому просите, чтобы штампики визы ставили компактно, чтобы плотнее ставили. Можно в 2-3 слоя ставить штампики, просто иначе паспорт слишком быстро будет расходоваться, придется часто делать новые паспорта. А так, просите, штампики ставили, чтобы компактно. Ну и с каждым годом все легче путешествовать. То есть сейчас уже во всех странах мира были путешественники. Немножко отличается российский паспорт и казахский паспорт по деланию виз. Какие-то страны, там, вам визовые, нам безвизовые, или наоборот. Все это конкретно подробнее узнаете в интернете. Но самое главное, что паспорт все-таки нужен. А что еще нужно? Нужно иметь мозги, очень важно для путешествия. Самый важный аппарат, самый важный, это мозги. На втором месте паспорт. На третьем месте уже, конечно, свободное время. Нужно иметь также кипятильник, и спальный мешок, кипятильник, чтобы готовить чай в любом месте, а спальный мешок, чтобы спать, потому что всякими кроватями многие люди не обладают, с вами не поделятся. А что кипятильник очень важно, поможет вам сэкономить сотни тысяч тенге. В любое место можно прийти, хоть в школу, хоть в университет, хоть в библиотеку, хоть в международный аэропорт Франкфурта на Майне. Пришли, кипяточек сделали, овсяшку заварили, у вас там еда за 50 тенге, уже полноценная еда без расходов и труда. А в это время буржуй-капиталист идет в столовую и там за 10 евро покупает какое-нибудь микроскопическое блюдо, которым не наешься даже. Значит, вот так вот. Поэтому кипятильник вам поможет. Значит, еще я немножко про книги скажу, раз уж так попалось. Значит, ну подробности, я уж теперь не буду углубляться в такие базовые знания о путешествиях, мы скоро перейдем к теме именно Саудовской Аравии. А так пока скажу, базовые знания про путешествия. Есть книги «Практика вольных путешествий» лежит на столике, именно как путешествовать автостопом, как на локомотивах, на пароходах, как ночевать, питаться, общаться, все в этой книге. Книга, она на 10 языках существует. Но я русский вариант там в основном пропагандирую. Есть еще книга «330 вопросов и ответов». У меня что-то спрашивают обычно, всю жизнь спрашивают. И самые популярные «330 вопросов» есть в книге. «330 вопросов и ответ» лежит тоже на столике. Значит, есть книга «Теплая зимовка». Как все организовать, чтобы уехать зимовать? Это именно, знаете, вот, зимой часто на ваши носы сыпется холодный белый порошок. Это сигнал. Пора сваливать. Куда сваливать? Как сваливать? Дается в пособии. 10 регионов теплой, безвизовой, безопасной зимовки. Ну, еще книги «Путеводители Таджикистан», «Киргизия», «Дальний Восток», «Российский Дальний Восток», а не «Казахский Дальний Восток». Вот, понимаете, что у вас другой Дальний Восток, Симпалатинск, там, какой там еще может быть, Узкаминогорск, свой Дальний Восток у вас тоже есть. У вас тоже есть. Вот, значит, «Япония, где Кореи» это про, не а там про что. И книга есть еще «Решение проблем по-простейшему», как решать обычные жизненные вопросы, жизненные проблемы. Вот. Значит, я примерно сказал, значит, про путешествия, еще скажу про два дела, которыми я занимаюсь. Кроме того, что я путешествую очень много, я еще придумал два интересных проекта. Один проект называется «Дом для всех», один проект называется «Лесной трезвый сход». Сперва про «Дом для всех». Уже 17 лет проект происходит. Это не какой-то один дом, какой-то никому не нужный. Это именно нужные дома. Они мы заранее, мы их объявляем, мы их снимаем в разных городах, в заранее назначенных местах. В каких-то городах мира мы снимаем квартиру или дом, и заранее это заявляется, заранее, что этот дом будет для всех, и каждый может приехать и жить у нас там бесплатно, или же оставить любое пожертвование, может, если захочет. И в таких домах есть определенные правила, главные из которых трезвость. И кроме этого существуют еще там определенные правила. Конечно, все своими спальными мешками, ковриками приезжают, кровати там для вас, конечно, нету, и живут одновременно там разные люди. Там бывает 30 человек, 20, 15. И мы этот дом, дома эти снимаем на определенное время, 2, 3, 4 месяца. Например, первый дом такой был в Иркутске, сделан мной в 2006 году. Он длился 4 месяца, и за 4 месяца у нас там пожило 130 человек. А самый свежий дом мы делали в городе Алматы. Это было прошлым летом. Мы жили здесь, в Алмате, и тут был дом для всех, на улице Жарокова. Это была трехкомнатная квартира. У нас там пожило больше 100 разных людей. Но жили не все 100 людей одновременно, а ночевало там 20, иногда 30 бывало человек. Мы этот дом использовали как базу для того, чтобы исследовать подробнее Алмату, Алматинскую область, а также россияне приезжали делать разные банковские карточки. В Казахстан у нас такая мода, у россиян есть такая мода, приобрести казахскую банковскую карточку. Это считается хороший талисман на жизненное путешествие и так далее. И поэтому многие люди приезжают за этими карточками, вот как раз приезжали. И такой был дом для всех. Мы в таких домах для всех проводим разные мероприятия, тусовки, посвященные путешествиям. Может быть, кто-то побывал в доме для всех в Алматы. Поднимите руку, был кто-нибудь? Вот, давай, 3 человека у нас было. Вот, остальные все уж, глот и уехали в путешествие. Отлично. А кто вообще хоть в каком-нибудь доме для всех был? Есть еще кто-нибудь? Кто-нибудь есть? Ну вот опять же, там 2-3 человека, это 4, немногие. Значит, дома для всех, это очень интересная тема. Вы за ними смотрите в интернете, вконтакте, в группе Академия вольных путешествий. Там эти дома возникают на определенное время. Например, в сентябре-октябре будет дом для всех в городе Самарканде. От вас совсем близко. А зимой будет дом для всех в городе Виндхук. Это столица Намибии, Юго-Западная Африка. Дома для всех бывают разные. Мы там проводим разные тусовки, сборища, мероприятия. Используем как базу для исследования региона. Если этот дом где-то имеет двор, мы во дворе устраиваем какую-то там тусовку, тоже там бывает зарядку, делаем общественную. Бывали дома, где у нас по 40-50 человек ночевало сразу, как в Севастополе. А бывали дома, в которых было мало народу. Такое тоже было. Например, дом для всех был в городе Ла-Пас, Боливия. У нас за весь период пожило только 25 человек. Но спим всегда на полу, конечно, вот как здесь дом для всех в Маракеше или вот дом для всех в Берлине. Спим на полу в спальниках. То есть не ожидайте, что какие-то там кровати будут для вас, какие-то там отдельные номера. Такого, конечно, не будет. Мы живем вместе, готовим вместе еду, какое-то общение делаем, какие-то лекции проводим. Это совместная жизнь многих людей в одном помещении для исследования региона, исследования страны. Значит, и еще есть хорошая такая тема. Это лесной трезвый сход вольных путешественников. Каждый год мы проводим несколько лесных трезвых сходов. Собираются вместе путешественники, чтобы обсудить разные вопросы, связанные с путешествием. Сам большой сход происходит у нас под Москвой. Там 500-700 человек приезжает и больше. Два раза в год происходит подмосковный сход. И бывают еще региональные сходы. Вот написано будет. Сейчас у нас будет трезвый сход на Иссыкуле. 14-16 июля я как раз у вас проездом именно на Иссыкуль и оказался. И такие же слеты у нас там будет под Худжан там в сентябре и под Москвой в октябре. Такие сходы у нас будут. Вы на них приезжайте. И в прошлом году мы делали под Алматой такой небольшой сход. Ну и сейчас вот в таких регионах тоже будут лесные трезвые сходы. Значит, это про сходы АВП. Теперь я вам общие такие вещи скажу, а мы потом перейдем к Саудовской Аравии. Пока что, значит, такое резюме подведем. Но путешествия это очень такое классное дело. Путешествуют самые разные люди. И пионеры, и пенсионеры. И женщины, и мужчины. Конечно, у многих людей бывают такие отмазки, что вот я почему-то не могу путешествовать. Это, как правило, отмазки. Совершенно ерундовые. Я встречал самых разных людей, которые путешествуют. Например, кто-то говорит, ой, я слишком старый, что путешествует, мне уже 40 лет. У нас есть такой знакомый, например, Леня Прохоров. Ему 89 лет, он постоянно, каждый год путешествует. Правда, у Прохорова каждый год несчастье. Постоянно. То его депортируют с Уганды. То его депортировали с Израиля. Они там палатку поставили. То он поехал в Уругвай, там машины не стопятся, автостоп плохой. Поехал дед в Европу. В Европе два раза обворовали. Сейчас поехал на Филиппин, на зимовку сейчас, ему 89 лет. Поехал на Филиппины. На Филиппинах сначала украли деньги, а потом еще и паспорт украли. Ну, потом его как-то депортировали обратно с Филиппины, уже наши посольщики. В итоге, а летом он путешествует по России, и пока тепло. В итоге деду 89 лет, путешествует один с палаткой, напарников нету, потому что все ровесники умерли. Понятно, что найти даже людей, которые помоложе, даже если найдешь человека на 10 лет моложе, они тоже уже умерли. А кто не умер, в таком положении находятся, уже приклеились между капельницей, телевизорами и холодильниками в больнице, что уже никуда не поедут. А Прохоров каждый год у нас на слете, а летом путешествует по России, а зимой куда-то едет в тропике. 89 лет. Подумают люди, что вот это уникальный случай. Но есть другие люди. Например, есть такой у меня знакомый Владимир Воскевич. Он полностью слепой с рождения. Ни одного не видит, ни одного грамма, ничего не видит. Там солнце от луны не отличит, там не отличит лампочки от персика. В итоге, значит, он путешествует, научился сам путешествовать. Научился путешествовать не только, даже научился ехать автостопом, сам научился на слух ездить автостопом, и даже ездил автостопом из Екатеринбурга в Ереван, на слух тоже. Более того, посетил 20 стран, и более того, научился другим людям завязывать глаза, и с них еще получает деньги, их учит путешествовать. То есть он освоил интернет, компьютер, освоил секреты слепой жизни, и другим людям показывает за деньги жизнь слепых. То есть хотите узнать, как живут слепые? Он тебе завязывает глаза, и тоже путешествуешь с этим Воскевичем, и еще деньги он за это собирает. Владимир Воскевич путешествовал 20 стран, и плюс еще написал книгу про жизнь в темноте, и что он вообще воспринимает из разных стран, как он вообще чувствует путешествия. Ну, этой книги у меня сейчас нету, но вы легко найдете Воскевича в интернете. Ее фамилия Владимир Воскевич. Он очень классный человек, он сам зарабатывает деньги, он на свою жизнь деятельность, он не паразитирует, он работает, сам преподает информатику какую-то, и математику преподает. Очень толковый мужик Владимир Воскевич. Подумаю тоже, что уникум, но вовсе не так. Не уникум. Есть, например, еще более уникум. Мы встретились в Индонезии с одним мужиком, его зовут Тони Гиллис. Тони Гиллис, он слепой и глухой, еще с пересаженной почкой. Он англичанин, он с рождения слепой ничего не видит. Он еще на 95% ничего не слышит. То есть не видит вообще ничего, а слух отсутствует на 95%. Если он вытаскивает слуховой аппарат, он вообще ничего не слышит. В общем, если у него еще пересаженная почка, он каждый день должен жрать какие-то колеса, чтобы не умереть. В итоге, значит, мы к ним познакомились, у него была виза просрочена уже на 2 месяца. Он думал, что виза у него на 3 месяца индонезийская, а виза была только на 1 месяц. Но ему сказали в посольстве, гражданин, вам виза на 1 месяц, но он же не видит. Ему показали, гражданин, вот виза на 1 месяц, но он же не слышит тоже. В итоге, значит, он просрочен визу на 2 месяца уже. В итоге, человек глухой, слепой, с пересаженной почкой, с просроченной визой, это была его 99-я страна. То есть в Индонезии была его 99-я страна, сейчас он уже посетил больше, чем 115 стран. Тони Гиллес, его можно найти про него в интернете. Так что путешествуют разные люди, подумают люди, что это тоже уникум. Никак не он. Вот, пожалуйста, есть такой мужик, его фамилия, вот первый был слепой Воскевич, а есть такой мужик Скикевич, он парализованный. Его врачи, было 45 лет, его залечили врачи, он утратил полностью самоходные свойства, стал парализованный. И он на инвалидной коляске, автостопом, с Таганрога до Владивостока, из Сахалина, доехал 20 тысяч километров и обратно, и плюс совершил много других путешествий, и даже создал ассоциацию инвалидов-путешественников. Так что могут путешествовать самые разные люди, слепые, глухие, старые, парализованные, с детьми люди путешествуют. У меня есть такой Саша Иванов, у него пупсы, дети маленькие, он с ними и с женой, с двумя пупсами, на Чукотку зимой поехал по зимникам, потом обратно, и также он в Марокко поехал, уже трое пупсов, детей такого размера примерно, по 10 килограмм каждый, и вот он трех детей повез с женой автостопом через всю Европу в Марокко, и потом обратно, даже вот и такое бывает. Так что ездят для самых разных людей, и с женами, и с детьми, и старики, и пенсионеры, и инвалиды, и поэтому уже единственная отмазка, почему человек не хочет путешествовать, только потому, что он сам не хочет. Ну не хотите, конечно, можно не двигаться, и оставаться на одном месте, это можно. Но я советую хотя бы один раз, хотя бы куда-нибудь поехать, это очень полезно, очень важно для развития нашего кругозора. Одно из них как раз было путешествие в Саудовскую Аравию. Дело в том, что я мусульманин, уже давно, уже 22 года, как принял ислам, с 2001 года, и мне всегда интересуют святые места, в общем, меня всякие святые места интересуют, но больше всего интересуют места Мекка, Медина, святые места ислама. Я был хаджа в 2016 году, но тогда было интересно, от этого хаджа ездил официально, потому что тогда, ну, самостоятельно нельзя было поехать в Саудию. И я все мечтал, когда ждал, когда Саудовская Аравия откроется, откроется, и можно будет поехать туда самостоятельно, и понять, как она вообще, Саудовская Аравия, устроена. И вот Саудовская Аравия начала выдавать визы всем желающим, всем желающим гражданам России, Казахстана, всем желающим выдает визы Саудовская Аравия. По интернету годовые визы, и я в прошлом, как раз, в ноябре-декабре посетил Саудовскую Аравию. Посетил не только Саудовскую Аравию, посетил Эмираты, Оман, Бахрейн, совершил также малое паломничество в Мекку и Медину, хадж и умра. Сейчас я про это немножко расскажу. Значит, мы начинаем с Саудовской Аравии. Значит, про визы. В мире много разных стран, из-за вообще 200 стран примерно. Какие-то страны для россиян визовые, какие-то безвизовые. Бывает, что страна тяжелая, трудно получить визу, а потом постепенно облегчается. И вот как раз Саудовская Аравия из тех стран, что была трудная для виз. А потом неожиданно всем стало виз давать. Всем, пожалуйста, русским, казахстанцам, женщинам, мужчинам, верующим, неверующим, всем, кому угодно, выдает визы годовые. Пожалуйста, за 5 секунд в интернете виза выглядывает. Пожалуйста, платите 140 долларов, это единственный расход такой будет. Зато уже получите годовую визу, многократную. По ней можно ездить почти бесконечно. Как только я здесь получил у вас в прошлом году карточку банковскую этого самого казахского банка, тут же я, значит, заплатил за визу, получил визу Саудовской Аравии, стал готовиться к путешествиям. Жителям Казахстана проще всего полететь в Саудовскую Аравию за 50 долларов из Алматы или Астаны через авиакомпанию Визэйр, полететь в Эмираты. Это самый дешевый способ, то есть поехать в Саудовскую Аравию. Конечно, можно проехать по земле через Грузию, Армению, Иран, паром на Эмираты. Но это будет довольно хлопотно. И поскольку паром на Эмираты будет стоить дороже, чем этот самолет визэйровский, это будет иметь только такое, ну, чисто из интереса, для интереса будет хорошо. А так еще у меня, я тоже думал поехать по земле, у меня вышла незадача, меня не пустили грузины в Грузию. Сколько раз я был в этой Грузии, все, меня пускали, и сейчас почему-то грузины меня в Грузию не пустили. Вот сейчас, буквально в ноябре. Я тоже улетел, улетел я в Эмираты и начал путешествие как раз по Аравийскому полуострову с Арабских Эмиратов. Все эти страны достаточно цивильные, то есть там это страны не бомжовские, это не Папуасия, все эти Оман, Катар, Бахрейн, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, все страны очень приличные. Приличные, дороги там хорошие, но интересно, что и люди там тоже хорошие. То есть обычно так бывает, что в странах с плохими дорогами очень хорошие люди встречаются. А там, как ни странно, хорошие люди обитают даже в стране с хорошими дорогами. Это вот такое удивительное дело. Значит, прилетел я в Арабские Эмираты, там провел несколько дней. Конечно же, в Эмиратах не нужно жить тоже в разных отелях, тоже можно найти ночлег или по интернету через сайт каучсерфинга или через какие-то другие возможности, там собственную изобретательность. В общем, это Эмираты. Эмираты прикольные. Потом это мой друг, которого я встретил в Эмиратах, ну, он там забомжевался, его зовут Игорь. Он там забомжевался, потому что у него была только российская банковская карточка, он туда попал, а улететь обратно не мог, не мог билет купить, а у людей спросить стеснялся. Пришлось его помочь ему с покупкой билета, и он спасся, уехал из Эмиратов. Вот. Автостоп в Эмиратах довольно-таки не такой простой, как в Саудии. В Эмиратах подвозят в основном гастарбайтеры, в основном пакистанцы, египтяне, индусы и другие люди, которые работают там в Эмиратах. Сами арабы эмиратовские подвозят редко, потому что их мало вообще в количестве. Значит, а вот Оман, страна такая, где подвозят уже практически все. Оман очень гостеприимная, хорошая страна, хорошие дороги, люди классные. Там вообще приятно очень находиться. В Омане тоже можно найти нашлик через сайт каучсерфинг. Есть такой сайт международного гостеприимства, кто еще в нем не находится, рекомендую сайтом этим воспользоваться. Оманом управляют султан. Вообще там всюду эти султаны, цари и так далее в этих странах, то есть эти страны монархические. Как мне сказал один египтянин, который там работает, что вообще все проблемы у нас у египтяна от того, что у нас президент. А вот там, где султан, там хорошо. Смотрите, хорошие страны. Саудовская Аравия король, вот как хорошо живут. Султан в Омане, эмир этого Катара, какой-то там эмир Бахрина, вот хорошо живут люди. А у нас в Египте плохо живут, потому что у нас президенты. А тут из-за этого все проблемы. При фараонах тоже было хорошо, да, при фараонах классно было, а вот сейчас вот не очень. Это Оман. Это автостоп по Оману. Потом опять я возвращаюсь уже, еду в Саудовскую Аравию и опять в Эмираты, Саудовская Аравия и еду по Саудовской Аравии. В Саудовской Аравии вот эти реформы, там очень много по реформ таких либеральных появилось. То есть визу стали давать всем желающим. Появились люди в шортах, это иностранцы. Раньше все должны были быть очень строго одеты. Сейчас я даже встречал людей в шортах и женщин с непокрытой головой. Иностранные женщины то есть даже такого не гоняют. Дело в том, что там появился молодой король-реформатор. Ему всего 86 лет. Это король Салман. Там умер старый король, а король этот самый Салман 86-летний считается реформатор такой классный. И у него еще сын какой-то тоже супер молодой, там 60 что ли лет. В итоге они там супер реформируют страну, чтобы была страна для всех. Не только для мусульман, для всех верующих и неверующих и так далее. Это так выглядят обычные пейзажи в Саудовской Аравии. Рядом страна такая Бахрейн тоже есть. Вот Бахрейн. Потом из Бахрейна обратно возвращаюсь в Саудию и еду автостопом в город Эр-Риад. Значит, интересно, что саудиты тоже проводят время в пикниках. У них бывает пикник, у нас бывает лесной трезвый слет, а у них, ну, пустынный слет. Они ездят в пустыню, там жгут костры, тоже тусят, тоже безалкогольно. И не только саудиты, но и гастарбайтеры, которые там работают в Саудии. У них тоже есть свои слеты, сидят, костры жгут, что-то обсуждают. Меня тоже притащили на свою тусовку. Такое тоже интересное свойство. Это вот пески в Саудовской Аравии. Про автостоп в Саудовской Аравии. То есть, мне было интересно, насколько саудиты, они такие действительно хорошие. Потому что в хадже они были все просто супер хороши. Когда я был в хадже, все такие добрые, классные были. Но, может, их как-то заставляют это делать во время хаджа. А в другие времена они такие-то вредные. Нет, оказалось, что жители Саудовской Аравии просто очень хорошие, очень классные вообще. Стоишь там на трассе, даже еще не успеваешь руку поднять, там апельсин какой-нибудь там режешь. И уже кто-то останавливается, пытается помочь, отвезти. Часто в гости стараются отвезти эти саудиты. Отвезти в гости, предлагают ночлег. То есть, они такие классные, как примерно вот раньше была Сирия в 90-х годах. Кто успел побывать в Сирии до гражданской войны как раз, вот Сирия была такая же классная страна. Что люди классные, зовут в гости, приглашают, угощают, такие добрые, такие прямо как, попадаешь, как родные все. И вот саудиты тоже оказались очень классными людьми. Хотя гораздо богаче, чем сирийцы. Сирия была бедная, ну, относительно бедная страна, а Саудия оказалась богатая страна. И дороги там хорошие, там эти 800 километров там за день проехать не проблема. Я доехал постепенно до города Мекка. Вот, значит, смотрите, вы, люди, совершающие паломничество, должны одеть специальный комбинезон, называется Ихрам. Он состоит из двух частей ткани, такой вот белой, на нижнюю часть тела и на верхнюю часть тела. Этот Ихрам надо одеть в километрах за 50, не доезжая Мекке. Надо совершить омовение и одеть Ихрам. Я думал, интересно, как автостоп будет работать в Ихраме, в этом белом таком одеянии. Но проверить не успел. Только вышел на трасс, только руку поднял, тут же стопится другой мужик, тоже в Ихраме, такой тоже паломничество, сжатого, поехали сразу. То есть даже одной секунды не ждал и так въехал в Мекку. Как в Мекке вообще город специализированный, он только для мусульман. Остальные города Саудовской Аравии могут ехать всякие люди, мусульмане, христиане, даже неверующие. Но в Мекке там написано въезд только для мусульман. Как проверяют, непонятно. Просто на пост УГАИ останавливают, заглядывают в машину, посмотрят, понимают, что хорошие люди едут и пропускают. Вот так. То есть у них никакой прямо тщательной проверки нет. Поэтому если человек, например, даже немножко скажем, скажем, странный, то скорее всего пропустят тоже. Потому что понимают, что люди совершают паломничество всякие. И негры, и европейцы, и африканцы, все практически совершают паломничество. Но, конечно, не нужно обманывать и притворяться мусульманами, если вы таковым не являетесь. Значит, это вот такой белый халат, который как раз используется для паломничества. У меня он остался с предыдущего паломничества, с хаджа. Меня приютили там хорошие люди в Мекке. Я там был какое-то время. И значит, там потом совершаешь обряды паломничества, и шевелюра пропадает полностью от этого. Потом, когда совершаешь обряды паломничества, потом сбриваешь голову, становишься лысой. Вот я стал лысой. В огромное количество народа, там в этой самой священной мечети, там сотни тысяч людей сразу одновременно находятся. Огромное количество. От каждого народа там есть и пакистанцы, и жители Казахстана, и русские, какие угодно. Там эфиопы, индонезийцы, все народы там находятся. Очень хорошее место. Мы все там находимся и молим Всевышнего Аллаха обо всем хорошем. Значит, это круглосуточно там происходит. Толпа народа и днем, и ночью, и так далее. В Мекке у меня было несколько интересных знакомств. Значит, вообще путешествия позволяют познакомиться с самыми разными людьми. Когда уже ехал в Мекку, мне говорили, познакомься, есть такой доктор Рами. Он автостопщик. Профессор Рами. Он автостопщик. Мне говорили. А что за автостопщик? Да, вот у нас есть в Саудии такой вот автостопщик, который едет по Саудовской Аравии автостопом. Ты что, такой представляешь себе? Я тебе не представляю. Вот есть такой профессор. А ему тоже говорят, смотри, товарищ профессор, есть такой мужик из России, он едет по Саудовской Аравии автостопом. Он тоже, ничего себе. В итоге, значит, государственный университет. Живет он в Мекке и преподает там науки, но каждые выходы он ездит автостопом и на отпуск тоже. Он совершил полностью вокруг Саудовское путешествие длиной 6 тысяч километров автостопом. При этом он совсем мужик не бедный, вот живет он цивильно, он любит посещать разные города Саудовской Аравии по дороге, пока он путешествует, ночует или у своих студентов, или в мечетях ночует. Живет он, вот это его квартира, живет он довольно прилично, у него там три больших машины, но ему кайф путешествовать автостопом, чтобы побольше узнать про свою собственную страну. В итоге, значит, ему рассказали про меня, этой квартиры его, вот, он тоже пишет книги, как ни странно, профессор Рами тоже написал книги о том, как путешествовать. Он, например, он написал книгу, как ходить пешком в горы, там тоже горы из Саудии, и написал книгу, он 26 дней шел пешком на верблюдах через какой-то глухой кусок Саудовской Аравии, но это не когда он ехал автостопом, а в другой раз. И он написал книгу там 26 дней, там через какую-то там долину смерти свою, эту Саудовскую. Так что он мне показал свои книги, а я ему свои книги. Все знают, уже говорил три раза, есть такой сайт международного гостеприимства, называется Каучсерфинг. На нем, на этом сайте сотни тысяч людей со всего мира, которым нравится звать в гости. Вот этот мужик, его зовут Халид, по-моему, он живет в Мекке, он электрик. Электрик он не простой, электрик в великой мечети, то есть это такая у него святая работа, и вот лампочки меняет в этой вот великой мечети, всякие провода. И он самый популярный хост в Мекке, он, у него там сотни отзывов, все к нему едут, он всех принимает. У него очень интересные свойства. Этот вот мужик, он вписывает, но у него два дома, и вписывает он, условно говоря, по понедельникам вписывает в одном месте города, а по вторникам в другом месте, а в среду опять в первом месте, а потом опять в другом. И в чем секрет? Вот кто догадается, в чем секрет? Почему он вписывает то в одном месте, то в другом? Правильно, у него две жены, и он чередует, он один ночью находится в одном доме, другой ночью в другом доме. И так он не может оставлять гостей вместе с женой, без себя, в итоге он надо всем мигрировать. Да вы ночуете в одном доме, где он находится, он на другую ночь ночью эту другой жены, надо в другой дом тоже ехать, и так далее, вот так он мигр plates. А как раз вчера мы говорили, вот с тобой, Бек, про всяких этих самых двоичных жен. Так вот мужик как раз, да, у него в двоичных, две жены, и он, значит, каждый день, значит, по четным дням у одной жены, по нечетным у другой. И, значит, все вписчики тоже должны мигрировать, но он может их перевезти на машине с одного места в другое. Он говорит, это вписчики, гости, это, говорит, благодать, очень хорошая дема, что ко мне приезжает гость, мне это очень нравится. Вот такой хороший, добрый араб, который работает электриком в запретной мечеть. Я у него тоже ночевал, где-то на братья. Значит, потом я поехал автостопом в Медину. Медина – это второй святой город ислама, откуда пророк Мухаммед, мир ему и благословение, начал строить мусульманское общество, мусульманское царство. Там очень интересная великая мечеть Медины находится, она здоровая, там есть также и могила пророка, и там же такие большие зонтики, которые то открываются, то закрываются. Закрываются, когда вечер, открываются, когда день, от жары. Там реально жарко летом, то есть летом я когда был в Медине, там было 50 градусов, там этот мрамор раскаляется, можно, наверное, жарить там лепешки на этом мраморном полу. А когда я был в декабре, это начало декабря, в декабре было более-менее нормально, было 30 градусов, но тоже жарко. В Медине я жил у граждан Казахстана. Мне дали казахи, дали специальные координаты, специальную квартиру, где живет очень много граждан Казахстана. Там все живут, изучают Коран и поглощены всеми религиозными науками. Но там среди них такой был классный мужик, такой шейх, прямо супер мужик такой. Он прямо, можно сказать, ну, прогрессивный и святой, и прогрессивный человек во всем, и в религии, и в бытовых вещах во всем разбирается. Так что меня приютили там, в Медине, я там жил несколько дней, изучал Медину, мне показывали разные места, и там уже был когда-то в хадже, но теперь самостоятельно был. А потом опять вернулся обратно в Мекку, посетил Медину и обратно возвращаюсь обратно в Мекку. А оказалось, что в Мекку так просто, возвращаться нельзя без дела. Надо опять сделать обряды паломничества, поэтому я опять одел, опять этот белый халат, и опять совершил паломничество. Ну, совершил тоже обход Каабы, бег между халвами Сафа и Марва, и там, что у меня на голове чуть отросло, там полторы волосинки, их тоже уничтожил. И таким образом завершил свои святые дела в городе Мекка. Потом, смотрите, там народу очень много реально, и они все классные, то есть так, вообще такого соединения народов мало где найдешь, как в Мекке, там их сотни тысяч людей одновременно. То есть одновременно в этой мечети тусуются, находятся, молятся сразу по 500 тысяч человек, а во время хаджа даже больше двух миллионов сразу. Там четыре этажа существует, сейчас мы видим на первом этаже люди, а так они еще и в втором, на третьем, на четвертом этаже они тоже там находятся, просто они сейчас не видны. В Саудовской Аравии построили скоростные поезда. Когда я был там шесть лет назад, поездов там не было. Сейчас их создали, эти поезда. Мне хотелось проехать на скоростном поезде, но пока ехал в Медину, потом обратно в Мекку, но не проехал. И тут хотел немножко, думаю, проехать на скоростном поезде, хотя бы в город Джидда. И проехал на поезде в город Джидда. В Джидде находится аэропорт. Я обратно уже не ехал автостопом, обратно решил полететь на самолете, чтобы сэкономить время. Время и деньги, они взаимозаменяемы. Сел на поезд, приехал в Джидду в аэропорт, и оказалось, что аэропорт там очень с подставой большой. Аэропорт очень большой, и там есть два терминала, северный и южный, между ними 22 километра. При этом мой поезд пришел в южный терминал, а мне нужно в северный терминал оттуда улетать. И между ними раньше ходил автобус, сейчас и автобус куда-то пропал, нет автобуса. Хорошо, что мне повезло в том деле, что меня подвезли автостопом, таким сложным маршрутом, суданцы, которых я случайно там застопил в Джидде. Так что мне удалось из ненужного терминала аэропорта попасть в нужный. Я приехал в нужный терминал и благополучно улетел на историческую родину, обратно в Москву. Так закончилось мое путешествие по Саудовской Аравии. Вот этот маршрут нарисован, я посетил также Эмираты, Оман и Бахрейн. Катар я не посетил в этот раз, потому что в Катаре в это время была эпидемия лжерелигии футболизма. Там был чемпионат по футболизму, и туда поперлись тысячи, миллионы людей, которые увлеклись футболизмом. И там уже к ним я уже решил не протискиваться, потому что когда там миллионы футболистов спрятались и их фанатов, там уж мне делать нечего. Думаю, в следующий раз поеду в этот Катар, когда там будет поспокойнее. Так что в Катаре я пока что не побывал, но зато съездил в Саудовскую Аравию. И всем советую, особенно для тех людей, которые верующие мусульмане, ездить хотя бы раз в 5 лет в Саудию. Тем более, что это сейчас очень легко. Виза по интернету, авиабилет 50 долларов до Эмиратов, автостоп шикарный, люди хорошие. Только не едьте летом сейчас, потому что летом очень жарко, 50 градусов. Зимой нормально. У меня есть, кстати, подробная книга Мекка и Медина Хаджи и Умра, которая описывает все, что происходит в Саудовской Аравии. Для тех людей, которые неверующие. Саудовская Аравия хорошая страна, чтобы проверить, посмотреть, какие вообще бывают мусульмане и как вообще Саудовская Аравия устроена. Там можно ездить почти везде. Ну, кроме Мекки, куда угодно можно проехать автостопом. Все там нормально. И для неверующего, и для мужчины, и для женщины. Саудиты неиспорченная, интересная такая нация. Всем рекомендую. Цивилизованная страна, не бомжовская. Так что всем понравится. Подробности, инструкции и мой опыт в книге есть Мекка и Медина Хадж и Умра. Значит, потом, после Саудовской Аравии я вернулся обратно в Россию. Это был декабрь. Провел в Москве примерно 2-3 недели и уехал в Южную Америку. Здесь маршруты не нарисованы по Южной Америке. Это вчера я показывал Южную Америку на другой лекции. В целом, значит, про Южную Америку я подробно говорить не буду. Все. Многие из вас были на вчерашнюю лекцию. В целом, скажу, что я провел в Южной Америке 3 месяца. Самые холодные дни в России я провел там. Это была Бразилия, Перу, Боливия, Чили, Аргентина, Парагвай, Уругвай и опять Бразилия. Очень интересная была Южная Америка. Но поскольку она большая, я, конечно, не успел всю ее осмотреть. И об нее поеду еще не раз. В следующий раз поеду в Южную Америку. Она шла через 3,5 года. А вот теперь, что у меня будет сейчас. Я вкратце сообщаю. Сейчас я еду, я сказал, уже на Иссыкуль. Потом это Киргизия, Узбекистан, Таджикистан. А потом Афганистан, если все будет нормально. С Афганистана уже потом или Иран, или Пакистан. Или вернемся обратно в Казахстан. Как на то будет воля Всевышнего, как будет понятнее с визами и всякими делами. Пока не все понятно, но по-любому осенью опять возвращаюсь обратно. Потому что в середине октября мы проводим лесной трезвый сход Подмосковья. Кто будет в Москве, близко, рядом, приезжайте на лесной трезвый сход Подмосковья. Там у нас замечательные люди общаются, соединяются, кашу гречневую варят. Там очень хорошее мероприятие лесной трезвый сход. Потом на зимовку, а еще в ноябре смотаюсь в Ирак. Ирак стал ставить визы на границе россиянам и по прилету. Так что я хочу в Ирак, я там не был пока что. Прошляпил пока что этот Ирак, но надо хоть сейчас поехать. И теперь, что еще после Ирака, я улетаю в Южную Африку. У нас будет зимой дом для всех в Намибии, в городе Виндхук. Я не был там 25 лет почти. С 2000 года, когда мы приехали автостопом из Москвы в Виндхук, прошло 23-24 года. Но довольно долго. Хочется опять посетить Намибию и побывать в странах Южной Африки. Во всех этих Ботсванах, Зимбабве, Малавис, Вазилент, Лисота. Все эти страны меня ждут. А дом для всех в Виндхуке будет базой. Не только для меня, но и для каждого из вас, кто соберется в Южную Африку. Кто на самолете летит? Самый дешевый, куда лететь, это Йохан-Исбург. Самый дешевый город для перелета – это Йохан-Исбург. Можете легко найти через Эмираты и туда улететь. Ну, конечно, можно и по-другому добраться, но, опять же, время и деньги взаимозаменяемы. Я на три месяца уезжаю в Южную Африку, потом возвращаюсь обратно в Россию. По следующим летам я провожу 10 трезвых слетов в разных местах, до Сахалина включительно. Еду на Сахалин. Ну, а после Сахалина уже, иншаллах, или Тайвань, или, может быть, еще некоторые страны юго-восточные. И потом еще Австралию хочу тоже, потому что я пока что там не был, надо и Австралию тоже о ней подумать. Это ближайшие мои планы на ближайшие полтора года. Теперь, я думаю, что у людей, какие возникают вопросы, поднимайте руку, мы просто поедем по вопросам вместе с вами. Все, что кого интересует, и задавайте вопросы, я на ваши вопросы с удовольствием отвечу. Давайте, кому что интересно, сигнализируйте. Продолжение следует...